всем привет всем доброго здоровья я это на огород пришла тут у нас был чеснок там картошки чуть-чуть выкопали сейчас я тут уберу эту траву но я только ее пропалю просыпаю и сделаю такие небольшие грядки хочу посеять огурчики купила сегодня огурцы ранее обещают дождь в сейчас я займусь этим делом и 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 не успела я девочки хотела посеять только это дождик начался сможет там что-то заберу еще с огорода потому что все не потащила но он такой пока мелкий может пройдет я еще раз выйду повезло мне видите начало сошкребать начало сошкребать то что я посыпала что пополола лейку я тут оставлю вот эта шкрябалка не годится слабая надо брать грабли еще начала гупать два прилета видать было бы гупнула раз и второй раз ничего переживем мы сильны все пройдет стрелка сидит видите я ее все время там уже наверное и утром сегодня там видела что-то она там заглядает что-то охотиться наверное видите что-то там она вынюхала ждет попугал дождик но он так мелко мелко капает буду работать дольше и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Шалковица. Я думала, может, шалковица будет. Нет, это шалкун. Уже несколько лет нету ничего на ней. Вот. В общем, закрыла. Что если даже дождь пойдет, не должно забить. Ну, если жарко, то не высохнет. Потому что земля такая, если начнешь ее поливать, если они не взойдут до этого, то просто... Как в тиски такая глиняная почва. Она прямо, ну... Вы видели, я даже копала там, где было большее, поливалась. Прямо как твердая земля, как каменюка. Так, ну что, дело сделала. Будут огурчики хорошо. В общем, надеемся, что будут. Ну, еще раз вам привет. Я дома немножко справилась. Огурчики посадила. Рыбку засолила, купила. Сегодня лосось, брюшко лосося. Засолила. Завтра бутербродики сделаю. Вот. И решила, думаю, надо пройтись. Конечно, не ухотелось о мне, но... Я вчера гуляла хорошо. Думаю, так. Надо идти, потому что... Ноги... Там снимала вам видео. Сами видели, какие они у меня. Ну, они у меня и были. Там, раз у меня расширение вен, то они такие у меня и были рыхлые. После похудения, то вообще тихий кошмар. Ну, это такое. Надо укреплять ноги. Надо ходить побольше. Это такое. Я извиняюсь. Я там снимала, как я садила огурцы. Выставила. Вроде как бы камеру. Все хорошо, наверное. Она что-то стояла. Вот это ж на... Вот этой подставке. На огороде. А там вот эти всякие камушки. Наверное, что-то там сдвинулось. И что... Кто на что сняла? Одни ноги вам поснимала. Ничего. Как получилось. Здравствуйте. Ну, а как же? Детям интересно, что я хожу снимаю. Так удивительно им, что тут тетка, бабушка. Для них я уже, наверное, бабушка. Ходит с телефоном и снимает. Смеются. Ну, и хорошо. Детям весело. Позитивные эмоции нужны. Так. Опять я вам тут рассказываю сказки. Ну, в общем, я, в принципе, все рассказала. Сейчас пойду про Гайдус, прогуляю. Не хочется видео. Что такое? Ты куда? А? Что ты нашел? Бабочку. А, красивая такая бабочка. Пойдем на остановку пошли. А вы опоздаете на автобус и все. Из-за бабочки. Мы не на автобус. А я иду гулять. Шалковицы покушать по дороге. Вот, схожу. Развлекаюсь. А вы в лялек пошел. А? Помолозина? Да. Хорошее дело. Это я тоже люблю. Что-что? Мороженое – это моя слабость. Дырочка. Да, это же уже старая обувь, поэтому и дырочка. Я ж тут на поселке хожу. То это... Что же в рабочей форме бегает по двору? Вот так. Вообще, там чуть не гола уже бегает. Жара такая. Сегодня еще огурцы опять посадила. А что, плохо это? Вообще не вяжутся вообще. Ну, думаю, мы чеснок убрали. Место есть, а что не посадить? Что-то засадить. Тут опять эти... Суценята опять повылупли волосик. Кто-то скажет. Новые эти... Новые щенки. Аккуратно пчелку не задавайте. Ой, первая, четыре бабки. Так, ну все, я пошла быстрее. Давайте, счастливая. Да, там бабочек много. Сейчас же ж лето. Летом бабочки летают. Далеко-далеко. Далеко-далеко. Там их дом. Да, и дом. Ой, господи. Детки, конфетки. Помолозина. Помолозина. Сегодня вроде не так жарко, как вчера. Хорошо. Детки идут по мороженому. Это замечательно. Соседские детки. А я по шелковицу. Так будем называть прогулку. Прогулка по шелковицу. Ну хорошо. Потом что-то или надумаю, или что-то увижу, еще сниму. Тут людей тут шелковица возле дома. Тут ее как-то так обрывают. Но она тоже крупная. Вон, смотрите, какая. Видно, нет? Даже не знаю. Ага, вот. Крупная, хорошая. Квозочки пасутся. Такая козочка красивая. Белая. Нады была на абрикосу. Надичка. Чуть-чуть так с горечью я уже одну слопала. Но ничего, вы знаете. Приятное. Возьму еще несколько штук, съем. В общем, у меня кулинарный тур. Решила зайти немножко вбок, в посадку. Просто. Но я недалеко. Вон там, видите, там дорога. Смотрите, как красиво. Ну, так захотелось сюда зайти. Что-то там. Ой, как и сожла подвисит. Дети, наверное, баловались. Дети баловались. Сейчас зайду сюда чуть-чуть. Я далеко не буду углубляться в этот лес, так сказать. Просто пройдусь немножко. Хочется. Именно как бы по лесу походить, побродить. Поэтому я далеко заходить не буду. Вот, это хорошо. Хорошо. Совсем другой воздух. Видите, как красиво. Как красиво. Ой, наверное, ящерица побежала. Наверное, ящерица. Тихо. Я не знаю. Тут что-то совсем или то, что время так. Пять часов. Птички не поют. Там где-то далеко. А так тихо-тихо. Я прошлась, но я боюсь собак. Тут бродящих собак много. Поэтому я так чуть-чуть только. Просто побродить. Я вам показать. Он мужчина целый. А стадо косы гонит. Видно? Вон сколько. Как интересно. Надыбала абрикосы в траве. А наверху и нет ничего. Она гнилая в середине. Нет. Сейчас съем. Я серединку высмоктала. Горячее. Солнце нагрелось. Горячее. Ну ладно, пойду дальше. Тут орешник посажен. Пойду дальше гулять. Я вам уже показывала вот эти цветы. Когда была маленькая, то возле речки их было много. Я так помню, что вроде говорили, если их намочить и натереть, то они мылятся. Правда, нет, не знаю. А я уже иду домой. Вы знаете, сегодня я не прошла всю норму. Может половину, может чуть-чуть больше половины того, что наметила. Ну я сегодня, конечно, и поработала, и на рынке была, и огурчики садила там. Там тоже работы было немало. И еще у меня есть работа на кухне. Жарко. Ну вроде как бы ветерок, но не такая жара. Ну как там было вчера, позавчера. Но все равно жарко. Так что, иду домой. Не буду рисковать. Мне как бы напишут, как бальзам на душу. А Виктория, не нужно вам худать. Женщина не должна быть там худой. Я думаю, да. Может и не нужно. Или тоже не гулять, и такая жара. Я это понимаю. В этом, конечно, есть доля какого. Это правда. Но я в глубине этой души знаю, что мне нужно ходить больше. И что мне нужно сбросить эти 5 килограмм, 6, которые я набрала. Которые мне нужны. Сбрасывать не получается. Лениво я стала. Себе не готовлю девочки. Я же раньше готовила и маме отдельно, себе отдельно. Мужу, сынам отдельно. Так знаете, такая у меня была энергия. Так мне хотелось похудеть. Но я уже, конечно же, похудела. Плюс все остальное, я так не буду оправдываться. В общем, не готовлю себе практически. Ну, вчера, правда, делала себе котлетки такие диетические. Неплохие. Там получается куриный фаш. Ну, я сама перемолола. Молодая картошка тоже там, наверное, грамм 80. А то кабачки, лук и белок. Ну, ничего, так пожарились и так на зубе с салатиком, то неплохо пошли. И калорий там немного. Там у меня получилось 12 котлеток. В одной котлете получилось около 70 калорий. Так что я их за два дня приговорила. Но я очень редко себе готовлю. Сейчас вот кабачков много. И хочется приготовить себе соус. Что, снять тебя? Хочется приготовить себе такой, знаете, как бы рагуз. Кабачкова, морковка. Может, капусты чуть-чуть. Не лень. Просто какая-то. Я себе вот усырой натру в салат. Поем. И вроде так нормально. Все, ничего. Все будет хорошо. Я думаю, что я сама себя настрою. Ой, жарко. Не могу прямо. Иду уже с последних сил. Прошла ж мало. Но я, правда, нигде не присаживалась. Еще то стояла долго, то клевала эту смородину. Господи, шелковицу. Эту абрикосу там нашла. В общем, поужинала. Ужинать я точно не буду. Ужин у меня был. Шелковица и пару абрикос. И буду теперь пить водичку. Потому что я пришла с рынка хорошо. Так сказать, завтрак, обед у меня был. Такой плотный, можно сказать. Так что не буду ужинать. Ну все, девочки. Уже не буду сегодня ничего снимать. Мне еще нужно мясо мариновать. Еще кое-что, предподготовку какую-то делать. Завтра. Я так особо ничего готовить не буду. Но все равно надо же хоть немного. Ой, так жалко. Прямо смотрите, вот эта вишня. У Павловича. Посмотрите, какая она красивая. Жалко. Никому не нужно. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Кому нравится, подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Вот. А я вам всем желаю тихой, спокойной ночи. Чтоб у вас все было хорошо. Чтоб у нас во всех было все хорошо. Все. До свидания. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok